заходите, пожалуйста, в следующий здравствуйте я доктор Лин и я проверю ваши глаза скажите, пожалуйста, ваша фамилия и имя отчества? я найду вашу карту вы у нас... ух ты вы уже давно стоите в очереди у вас, я вижу, был общий осмотр но уже довольно давно потом вы были направлены к хирургам то есть я у вас первая среди всех рекомендаций, да? да, к сожалению сложно сейчас записаться и попасть как можно быстрее к врачам поэтому приходится ожидать но ничего как я вижу, сроки запись у вас для всех врачей все ближе это значит, что совсем скоро вы попадете на все обследования у нас, правда, сейчас, конечно происходит небольшой ремонт как видите, такой маленький кабинет сейчас выделили да все аппараты у нас собрали поэтому будем проверять ваши глаза по старинке да обещают возможно, летом или осенью доделать ремонтные работы и мы да будем уже работать в полной мере потому что конечно, без аппаратов немного сложновато но ничего хорошо как я понимаю вы в первый раз окулиста хорошо а когда вообще в детстве проверяли последний раз? да давненько хорошо тогда мы с вами сделаем довольно полный осмотр я постараюсь очень внимательно к вашим глазам и все как можно тщательно изучить так что готовьтесь к длинному времяпровождению для начала мы осмотрим ваши глаза я их также осмотрю в конце да для начала первичный осмотр у вас есть какие-либо жалобы? много работаете за компьютером? сидите в телефоне? надеюсь как вы думаете? вот как? головные боли чувство жжения в глазах какое-то покалывание тяжесть давление были ли какие-либо из этих ощущений? хорошо не переживайте, больно не будет мне кажется, моя профессия самая безобидная из всех я к вам сейчас как можно ближе не пугайтесь, пожалуйста постарайтесь расслабиться держите, пожалуйста, головку ровно да вот так, большое спасибо я аккуратно прощупаю ваш глаз хорошо? да если вдруг вы почувствуете какие-либо болевые ощущения дискомфорта обязательно дайте сразу знать, хорошо? а то некоторые иногда любят долго молчать не говорить терпение это, конечно, хорошо но не на осмотре у врача давайте вот этот глаз вот так у нас очень красивый цвет глаз да прикройте, пожалуйста прикройте, пожалуйста, ваши глазки теперь ощупаю когда я надавливаю не больно? так замечательно сейчас посмотрим с фонариком возможно, это немного неприятно потому что свет фонарика может светить вам в глаз сейчас я просто посмотрю по контуру ваш глаз и буду говорить вниз, вверх пока смотрим прямо на лицо так теперь, пожалуйста, смотрите вверх спасибо большое вот так вверх другой глаз сейчас еще просмотрим под лупой теперь, пожалуйста, взгляд вниз да замечательно я немного дотрагиваю до ваших ресниц не бойтесь я очень осторожна да другой глаз замечательно теперь повторим то же самое но под изучением вот так вот так ага так тихо другой глаз вот так хорошо хорошо сейчас я посвечу вам прямо на зрачок чтобы светить да, посмотрите может быть, немного неприятно потерпите, пожалуйста реакция хорошая да другой классик проморгайтесь нормально замечательно все пока фонарик уходит но фонарик еще обязательно вернется потому что под конец мы также еще раз проверим ваши глаза так сейчас у нас небольшая проверка возможно, будет щекотно на реакцию глаз здесь воздух да замечательно 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 у нас другой классик отлично вот видите аппараты собрали приходится проверять все немного по старому сейчас изучим ваше голосное давление я приложу аппарат и немного нажму пожалуйста закройте вот так вот так вот так отлично другой классик угол отлично чувствуете комфорта? нет так так сейчас еще вот тут вот так вот так замечательно 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 пока у вас все отлично с вашими глазками нас с вами ждет еще довольно много проверок сейчас вам нужно будет головку держим прямо и смотрим на нос или вот сюда так как вам удобнее можете смотреть на нос можете смотреть сюда да я буду двигать пальцами в разные стороны да вам нужно смотреть именно на точку определите какая вам удобнее хорошо хорошо так пока просто смотрю так 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 а теперь вам нужно будет говорить когда мои пальцы появляются в зоне вашего зрения когда мои пальцы пропадают хорошо отлично смотрите пожалуйста или сюда или на нос хорошо как вам удобно хорошо хорошо замечательно так прекрасно и еще раз теперь поменяется задание вам нужно будет следить за моим пальцем головкой не двигая все так же прямо сидим и следим за пальцем только глазами так 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 хорошо да да следим за пальцем следим за пальцем хорошо прекрасно теперь пожалуйста перекройте один глаз да вот так и следите вот этим глазом за пальцем и следите и следите за пальцем и следите и следите за пальцем хорошо открывайте ваши глаза так но пока у вас реакция отличная на все да сейчас опять будем закрывать глаза по очереди закрывайте вот этот глаз вот так хотите я могу подержать? хорошо я буду двигать ручкой вы должны следить за моей рукой так так замечательно поменяем глаза вот этот вам прикроем следим за рукой вот так вот так вот так следим открываем глаза так так смотрим мне на нос или вот сюда потому что удобнее так продолжаем смотреть на нос так 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 если позвольте поближе посмотрю вроде бы все прекрасно ну что ж пока предлагаю перейти к более интересному несколько тестов некоторые из этих тестов довольно забавные может быть, вы даже видели какие-то из них конечно же нас с вами будет ждать тест таблицы Сивцева да так у нас есть табличка сейчас вам нужно будет на нее смотреть я буду показывать на буковку а вы будете говорить что там за буковка и что вы видите хорошо? прекрасно у нас, к сожалению, табличка была повешена в пупыхах поэтому выглядит немного криво но я думаю, вам это не помешает что это за буковка? это буковка это буковка это буковка хорошо вот эту буковку видите? вот этот ряд хорошо это буковка Можете прочитать вот эти буквы? Замечательно Эта буковка? Хорошо А вот эту букву поедите? Хорошо, я вас поняла И эта буковка? Отлично Замечательно Сейчас я запишу ваши результаты Потом все это будет вклеено в карту Конечно Следующий тест Это таблица Орловой Он тоже для проверки остроты вашего зрения Так Готовы? Замечательно Вам нужно будет называть Что это? Предмет? Животное? Это Хорошо Это Замечательно Тут Хорошо Вот это видите? Прекрасно А вот это? Хорошо, я вас поняла У вас довольно неплохие результаты Так Так Сделаю пару пометочек Так Хорошо Так Так Следующий тест точно так же для проверки зрения Но он больше для определения контрастности зрения вашего зрения Вот Там Будут такие комбинации Колечек На которых есть разрывы Они полностью одинаковые Вам нужно будет говорить В какую сторону У этого колечка Разрыв Или у буковки С Авторское право Как только их не называют Да Так Таблица головы Головьина Так В какую сторону У этой Здесь Хорошо А здесь А тут В какую сторону Разрыв Хорошо Здесь вот здесь вот тут, видите? вот здесь прекрасно а вот здесь, можете мне подсказать? хорошо а здесь? здесь не чертись хорошо пометки добавлю подойти по таблице отлично отлично хорошо следующий тест это двухромный тест он определяет близорукость или дальнозоркость вот вот так так смотрите здесь немного необычная табличка с теми же знакомыми вам буквами но на красном и зеленом фоне сейчас вам нужно будет давайте я вам дам бумажку вот берите бумажку закрывайте одну сторону другую потом когда я вам скажу да держите, пожалуйста так а потом на другой глазик сделайте вот так да так держите и закрывайте вот этот глазик и смотрим на буквы внимание буковка буковка это буковка та буковка эта здесь здесь хорошо хорошо, теперь посмотрите на тест внимательно и скажите на какой стороне буковки у вас четче? или на обоих, и на красном, и на зеленом фоне у вас четкие буквы? или где-то чувствуется чуть больше размытия? хорошо меняйте глаз с этого на этот также смотрим на буковки вот эта буковка вот эта буковка эта буковка замечательно вот эта замечательно вот эта также смотрим на тест на какой стороне буковки четче? на красной или зеленой? или, может быть, на обоих четкие? хорошо можете опускать немного сейчас запишу сразу данные так так ну, вообще если нормальное зрение то человек будет видеть с обоих сторон буковки одинаково четкими вот если, например, на красном фоне если буквы вам кажутся более четкими то тогда существует большая вероятность что у вас близорукость да если, например, на зеленом вам кажутся более четкими то, соответственно, дальнозоркость вот так так все спасибо замечательно так следующий тест который у нас с вами будет он предназначен для определения патологии центральной области сетчатки да это тест амслера вам нужно внимательно сейчас будет смотреть на квадрат вот этот вот пока смотрим просто двумя глазками смотрите скажите, пожалуйста, все ли линии ровные квадратики одинакового цвета серые пятна кривые линии хорошо так теперь прикройте один глазик посмотрите на картинку еще раз есть какие-то изменения хорошо прикройте другой глазик так какие-либо изменения какие-либо изменения замечательно так так если соответственно никаких кривых и прочего вы не видите то ваша центральная область сетчатки в норме если какие-то вы бы видели серые пятна кривые линии квадраты разного размера то здесь, конечно возможно что-то не так с вашей сетчаткой вот хорошо хорошо следующие тесты это тесты на астигматизм сейчас будет 4 картинки на которые вы будете смотреть и говорить что вы видите вот при астигматизме понимаете в нормальном состоянии роговица и хрусталика здорового глаза имеют ровную сферическую поверхность а при астигматизме их форма нарушена и поэтому вместо нормального изображения если человек видит искаженное в котором одни линии могут быть четкими другие размытые причем на самом деле маленькая степень может присутствовать у большинства людей и это считается нормой так сейчас я пропишу где нужно прописать дату ваши данные первый тест который у нас будет это звезда Симмонса она выглядит вот так прикрываем один глаз и смотрим на данное изображение скажите, пожалуйста все ли линии звезды четкие видите ли вы круг овал может быть может быть какую-то другую форму хорошо все лучи четкие замечательно прикройте, пожалуйста, другой глаз опять смотрим на картинку так четкость лучей толщина их форма круга овала что вы видите? хорошо можете пока открыть глаза вверх так 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 замечательно 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 следующее будет картинка да также давайте прикрываем вот этот глаз смотрим на картинку все ли линии лучи у вас ровные да не кривят ни длиннее короче закрывайте, пожалуйста, теперь вот этот глаз так также смотрим на картинку что видим теперь четкость линий долина линий не знаю замечательно открывайте глаза так 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 следующая картинка да вам также нужно будет определить четкость линий закрываем этот глаз так все линии у вас одинаковые толщина длина четкость не серит линия или какая-либо линия хорошо теперь, пожалуйста, закройте этот глаз так отлично продолжаем смотреть на картинку что видите теперь четкость толщина длина все линии черные хорошо замечательно замечательно так хорошо и последний тест с такими рисунками так так квадраты закрывайте, пожалуйста, этот глаз смотрим на квадраты скажите, пожалуйста все ли квадраты у вас черные или или может быть какой-то из них более серый более черный хорошо закрывайте, пожалуйста, этот глаз что видите теперь да да все ли квадраты черные хорошо замечательно так ну что же дальше мы с вами перейдем к тестам на цветовосприятия да проверку дельнатизма это, конечно, хорошо, что вы так считаете но проверить все же нужно потому что знаете вот помните пару лет назад была картинка с платьем да одно было у одних синий-черный у других было бело-золотое да это все потому что у всех разное зрение может быть вот сейчас все проверим для начала у нас будут тесты Рабкина и Ишихары это тоже квадратики кружки с цифрами вот так хорошо хорошо так положим сюда хорошо начнем вот с таких вот картинок вот так давайте начнем так хорошо видно вам? да отлично скажите, пожалуйста какую цифру видите здесь? 12 12 правильно а здесь что вы видите? да кружок и треугольник а здесь что вы видите? 12 136 верно если бы вы увидели здесь например 66 68 или 69 то возможно было бы отнести не к трехоматам а к протонопам или дидоранопам это название того как люди видят цвета например если вы трехомат то вы воспринимаете основные цвета красный, зеленый, фиолетовый если бы вы были протонопом то у вас как бы было бы отсутствие цветовых спектров ощущений в красной зоне а вот если бы вы были дидоранопом то тогда у вас было бы отсутствие восприятия зеленого цвета да это определение но все это проверяется более тонко более четко и бывает много разных нюансов скажите, пожалуйста, что вы видите на этой картинке хорошо а на этой картинке здесь 96 посмотрите, пожалуйста, внимательно на этот квадрат скажите, пожалуйста по горизонтали у вас какого цвета и тут одноцветные или разноцветные полоски квадратиков хорошо а если вы будете смотреть по вертикали полоски у вас одноцветные или разноцветные хорошо хорошо давайте возьмем другую картинку а здесь какую цифру вы видите? 9 хорошо если бы было не так, то увидели бы цифру 5 замечательно а здесь какую цифру вы видите? 5 замечательно а здесь какую цифру вы видите? 13 хорошо а здесь? 9 в плохом варианте но не в плохом, но в другом это 6 или 8 хорошо давайте еще возьмем картинку что вы видите? вот здесь 22 хорошо а какой цвет? а цифра какая? 6 хорошо хорошо что вы видите вот здесь? посмотрите повнимательнее да, верно здесь у нас с вами идет квадратик да скажите, пожалуйста, что вы видите вот на этой картинке ничего? да здесь действительно ничего на этой картинке на этой картинке что вы видите? круг треугольников замечательно здесь какого цвета цифра? 2 а цифра? 2 верно а здесь что вы видите? 14 верно а здесь что вы видите? 9 треугольник замечательно замечательно и здесь 1 и 5 хорошо немного другие но смысл остается тем же здесь 5 6 да 5 это те, у кого будет недостаток в красных или зеленых частях спектра здесь восьмерка или троечка восьмерка да так здесь 57 хорошо в случае другого аренда вы бы видели цифру 35 здесь 74 а если бы у вас была слепота в красных или зеленых спектрах то вы бы видели 21 так давайте возьмем еще картиночку так что вы видите вот здесь 35 хорошо а вот здесь что вы видите? хорошо, цепочка да, верно вот она найдет какого цвета у вас цепочка? фиолетово-красное хорошо хорошо а здесь вы что-нибудь видите? правильно да, ничего нет здесь какая? 96 замечательно а здесь что вы видите? 7 есть что-нибудь? или ничего? 6 хорошо а здесь? здесь ничего нет, верно? здесь 7 хорошо хорошо так вниз вниз по метке но пока я бы сказала все очень-очень замечательно с глазами да так так сейчас будет еще один тест тоже на цветовосприятие так это будет тест от профессора Дианы Тервелл вот чтобы определить, сколько колбочек водочувствительных рецепторов содержит сетчатка ваших глаз так хорошо хорошо я вам сейчас покажу картинку вам нужно будет посчитать сколько цветов вы видите на картинке можете не торопиться так вот вот такая картинка давайте я вам ее поближе сколько вы видите здесь цветов? посчитайте, пожалуйста так хорошо я вас подняла уверены? да конечно, вы можете еще раз пересчитать хорошо так так посмотрите если бы вы увидели менее 20 цветов то вы были бы дихромат то есть у вас всего было бы два цветосочувствительных колбочки к глазу вот если бы вы увидели от 20 до 32 цветов то вы были бы трехромат то есть у вас три вида колбочки к глазу было бы вот то есть вы бы отлично различали фиолетовый, синий, зеленый и красный спектры вот это где-то процентов 50 населения нашей планеты если бы от 30 до 39 цветов то соответственно вы были бы тетрахромат это те, у кого четыре вида колбочки это около 25% людей вот 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 более 39 если более 39 то нужно было бы пересчитать вообще здесь на этом тесте отчетливо и явно видно где-то приблизительно около 35-36 цветов вот вот сейчас я вам кое-что покажу смотрите это специальная другая табличка на которой разделены цветовые оттенки как видите, здесь 39 цветов да вот можете изучить то есть их действительно 39 да с разделителем это намного проще выглядит нежели чем без по-моему, вы отлично справились и смогли определить нужное количество да да сейчас еще один тест и ваша глазка он довольно радужно-приятный да да у меня цветные карандаши я буду вам показывать карандаш а вы должны будете назвать его цветом также затем вы должны следить за этим карандашом хорошо? хорошо потом я буду показывать их вот так быстро с какой-либо стороны и вы тоже будете быстро назвать цвет да можете немного расслабиться готовы? хорошо 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 да если я двигаю карандашом то вы следите за ним замечательно хорошо хорошо отлично да так 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 хорошо 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 вот а этот? а этот? хорошо какой? 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 замечательно 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 следим за карандашом следим хорошо хорошо только глазами только глазами прекрасно так сейчас немного тест не на проверку вашего зрения а на проверку вашего чтения я вам сейчас покажу текст и вы должны будете мне сказать можете ли вы его прочитать в идеале прочитайте его вслух да готовы? отлично хорошо замечательно замечательно да-да-да продолжайте читать так-так-так замечательно хорошо хорошо отлично читаете? много читаете литературу? надеюсь, читаете при хорошем, ярком освещении да потому что у вас прекрасные глазки портить их это просто будет грешно да да хорошо мы с вами закончили сейчас будем проверять ваши глазки и смотреть, как они реагируют после нагрузки да возьмем опять перчатки да ну что ж давайте смотреть ваши глазки еще раз так какая-либо тежность в глазах резь чувство душения хорошо хорошо замечательно так немного фонарик вот так чуть-чуть наверх ага хорошо так 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 хорошо смотрите сейчас я закапаю вам в глазки специальный раствор который расширит ваш зрачок и я его еще раз изучу уже под раствор только единственное что от этого раствора может немного ухудшиться зрение буквально на полчаса час легкая расплывчатость в глазах может присутствовать не пугайтесь, пожалуйста хорошо? хорошо сейчас я возьму раствор немного закапаю сейчас пожалуйста глазки вверх приподнимите так так можно немного пощипывать другой глаз вот так моргайте моргайте да моргайте вот так моргайте после раствора что будет хорошо моргайте моргайте это нормально так, сейчас буду изучать ваши глазки поморгайте еще немного замечательно глазки вверх хорошо глазки немного вниз сейчас посмотрим на меня фонариком посвечу вам прямо на глазах так так другой глаз приподнимите вверх вниз вбок в другой бок вверх вниз вбок теперь в другой бок отлично отлично сейчас еще раз померяем ваше давление так прикройте глаз так ага ощущения? теперь немного чешутся глаза хорошо так на другой глаз так открывайте глаза хорошо сейчас тоже проверка ощущений не бойтесь они очень мягкие и очень нежные так если вдруг вы почувствуете неприятные ощущения сразу скажите так вот так вот так 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 вот так так вот 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 так теперь другим концом палочки я буду проходить по вашим бровкам и вот так в глазах не буду не бойтесь так 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 хорошо хорошо так немного прощупаю прикройте, пожалуйста, глазки вот тут я сейчас надавлю немного не больно? хорошо так теперь вот здесь немного надавлю вот так не больно? хорошо хорошо теперь откройте глаза так 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 вот так все замечательно да нет нет никаких проблем не увидела хорошо хорошо смотрите глазки довольно быстро все равно утомляются после работы так как вы проводите много времени за компьютерами планшетами телефонами пожалуйста не забывайте делать зарядку для глаз на самом деле она действительно очень полезна и помогает глазам расслабиться отвлечься и голова тем самым будет намного меньше болеть смотрите я думаю вы можете найти очень много уроков на ютубе вот да но маленькую зарядку я вам быстро покажу потом уже найдете подходящую для себя желательно делать зарядку для глаз хотя бы раз в пару часиков желательно конечно чаще но по вашим возможностям так сядьте пожалуйста прямо расслабьте ваше лицо подвигайте губами так чтобы оно расслабилось открывайте и закрывайте глаза в удобном для вас темпе так теперь начинайте открывать и закрывать глаза более быстро теперь при закрытии глазок чуть-чуть их сжимайте да, вот так замечательно замечательно теперь опять медленно открываем и закрываем глаза медленно и спокоен медленно и спокоен и спокоен теперь чуть-чуть чаще моргаем моргаем вот так моргаем 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 так почаще теперь опять чуть-чуть сжимаем замечательно теперь вам нужно будет делать движения только вашими глазами не головой да, голову еще расслабили улыбнулись сейчас сделали вдох вот так выдох отпустили все расслабили лицо подвигаться чтобы оно расслабилось глазками смотрите сейчас для начала вот так двигаем по горизонтальной линии прямо вот прямо по горизонтальной линии давайте вот так вот так не торопитесь да продолжайте двигать так так хорошо тоже в одну сторону в другую сторону замечательно теперь глазками двигайте вниз вниз вверх вниз вверх тоже по одной линии да, продолжайте, пожалуйста просто замечательно надо повторить еще пару раз теперь вашими глазками двигайтесь с одной стороны диагонали к другой вот по прямой диагональной диагональной линии вот так можете не торопиться спокойно повторите пару раз замечательно замечательно теперь другая диагональная линия отсюда и вниз сюда только глазками головой не двигай глазками да да, все верно не торопитесь аккуратно это не должно вызывать у вас чувство дискомфорта замечательно теперь теперь по квадрату который вы видите двигаем глазками да то есть отсюда сюда вниз вбок вверх вбок да да сделайте пару раз теперь в обратную сторону сюда сюда вниз вбок вверх и вот так очертивайте глазками квадрат это скорее прямоугольник, да? замечательно замечательно вы должны очертить глазками круг вот так да в одну сторону вот так да да теперь в другую сторону в другую сторону только глазками вот так двигаем да замечательно теперь вам нужно сделать знак бесконечности или восьмерку да вот так головку не двигаем, только глазки в другую сторону в одну сторону теперь в другую да еще пару раз сделайте, пожалуйста в другую сторону замечательно хорошо и такой комплекс упражнений повторяется на протяжении 5 минут также я рекомендую если позволите я покажу на вас это легкий массаж лица немного проминаем очень нежно и аккуратно чтобы не повредить кожу не повредить глаза но легкими такими движениями можно вот так промять потом переходим плавно к голове и немного к затылку и на шею да давайте я на вас покажу можно? так немного массируем массируем вот эту зону легонько легонько сверху тоже немного массируем да вот так поле старайтесь, чтобы все ваши движения были довольно нежными плавными тем самым чтобы не навредить рекомендую также можно найти на ютубе и ознакомиться с такими массажными линиями теперь переходим вот сюда на голову вот сюда на висок вот где ушко вот так где другое ушко вот так немного на голову да вот так немного на шею вот так немного проморгайтесь растряситесь ну как ну как какое-то ощущение легкости это замечательно если захотите повторять или найдете для себя более подходящую кстати еще один самый интересный тест это проверка проверка на зрение в нашей организации есть свой канал на ютубе и в инстаграме и в телеграме везде можете нас найти и самый сложный тест который выполнить могут единицы это найти на ютубе красную кнопку и сделать ее серой нажав подписаться да а кнопочку лайка сделать синим у нас на ютубе есть довольно много роликов для ознакомления пациентов на что им стоит обратить внимание когда сходить к доктору когда когда и как записаться к нам так что если вам будет интересно можете знакомиться с роликами от нашей организации возможно они вам понравятся может быть вы и выполните самый сложный квест и найдете кнопку подписаться да 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 ну что можно сказать у вас все замечательно вашу карту я заполню да и отдам ее в регистратуру когда придете к следующему специалисту карта будет уже у него да знаете уточните в регистратуре по поводу времени записи скажите, что вы уже довольно долго уже ожидаете и вас уже пару раз уже переносили возможно, что-то смогут придумать сейчас, конечно, все-таки с этим всем ремонтом да может быть, вам даже стоит подождать подольше потому что у многих специалистов сейчас тоже нет аппаратуры да поэтому приходится более старым способом все проверять я надеюсь, вам понравился прием да вам спасибо, что пришли вам спасибо да берегите свое здоровье следите за вашими глазками да чтобы у вас все было хорошо ну и хорошей проверки у других специалистов да надеюсь, все так же будет хорошо всего доброго вам всего доброго пока не приглашайте следующего сначала я заполню вашу карту до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания wildlife и до свидания до свидания потому что вперед дэна �